Что волнует, чего не хватает и как изменить ситуацию. Далеко ходить не надо. И на улицах города можно услышать, что не так и над чем пора работать. Каменчане охотно делятся своими переживаниями. Очень маленькие зарплаты в Приднестровье. Очень мало платят. Желательно побольше. Молодежи не хватает. Проблема жилья еще. Приходится как бы супругу уезжать на заработки за рубеж, зарабатывать, потому что здесь нет рабочих мест для молодых. Так, чтобы достойно обеспечить семью. Нас в среднем тут полторы тысячи везде предлагают. Я ходил во все организации. Везде отказывают, потому что молдавский диплом. Как бы я прописан всю жизнь был здесь, но все равно молдавский диплом все. Без стажа не берет никто на работу. И что делать нам? Нечего что делать. И поэтому получается молодой специалист никому не нужен. И он не идет работать по профессии, а идет на рынок продавать. Об этом и говорили за круглым столом. Представители рабочей молодежи, старшеклассники городских школ, руководители молодежных организаций. Высказались все. Если государство сможет создать благоприятные условия для молодых специалистов, если молодежная политика будет также еще и направлена на то, что молодым специалистам может быть какие-то льготы, то есть удержание их в нашей республике, то я думаю, что у нас будет очень много молодых кадров с свежими идеями. Молодежное правительство ПМР. Театр глазами молодых. Это только малая часть новых республиканских акций и проектов. О них гости рассказали активистам Каменки. Одна из акций «Приднестровье. Это» стартовала тут же. И каждый написал, что для него значит наша республика. Уже сегодня понятно, что молодежи разного возраста ставят разные задачи и в том числе ставят новые вопросы перед нашим государством. Поэтому все, что было обсуждено сегодня на встрече и те вопросы, которые мы стараемся обобщать и находить на них ответы, обязательно будут систематизированы и мы будем работать в направлении их решения. Подобные встречи пройдут по всем городам и районам республики.